ВС запретит рассматривать дело по тяжким преступлениям в особом порядке Пленум Верховного Суда России одобрил проект поправок ВУПЭКа, запрещающих рассматривать в особом порядке дело по обвинениям в тяжких преступлениях Фото, Алексей Куденко, РИА Новости Особый порядок это сокращенная до минимума судебная процедура Считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла, обвиняемому просто выносит приговор Принципиальное условие для применения процедуры особого порядка рассмотрения уголовного дела Добровольное согласие обвиняемого, пояснил РГ-председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Гуздев Данный порядок применяется, когда вина человека не вызывает сомнений и даже он сам с этим не спорит Особый порядок позволяет избежать формальностей там, где они не нужны, тем самым сэкономит время и финансовые ресурсы Минус Устроивших смертельное ДТП пьяных водителей приравняют к убийцам За согласие на ускоренную процедуру человек получает смягчение в наказании То есть ему не придется сидеть лишних несколько месяцев, а то и лет Но нельзя забывать юридическую аксиому Признание о ней является царицей доказательств Следствие в любом случае должно собрать достаточную доказательную базу Подтверждающую виновность человека, подчеркивает Владимир Гуздев А суд, прежде чем рассмотреть дело в особом порядке, должен выяснить Насколько добровольно человек согласился на такую процедуру, не оказывалось ли на него незаконного давления При этом надо подчеркнуть, что данный порядок вводился законодателем для процессуальной экономии по делам Не представляющим серьезной общественной опасности Что же касается тяжких преступлений, то здесь крайне важно обеспечить гарантии справедливого разбирательства Которое возможно только при несокращенной судебной процедуре Между тем, как отметили в Верховном суде страны, процент дел, рассмотренных в особом порядке, растет уже несколько лет В итоге до 70% приговоров вынесены в особом порядке Из осужденных за тяжкие преступления дело каждого шестого было рассмотрено именно так Всего в 2018 году в особом порядке было рассмотрено 560 тысяч уголовных дел О проблемах особого порядка говорил в своем докладе в Среду Совету Федерации генеральный прокурор Юрий Чайко По его мнению, то, что более две трети дел рассматривается судом в особом порядке, без исследования доказательств, еще на досудебной стадии формирует отношение к ним, как к не требующим значительных трудозатрат Как считает генпрокурор, сохранение существующего удельного веса дел, рассматриваемых по упрощенным процедурам, грозит утратой накопленного десятилетиями уникального опыта интеллектуального состязания сторон обвинения и защиты, значительным снижением профессионализма работников А главное ошибками при решении судеб людей Минус Когда суд не может вернуть исковое заявление В конце прошлого года мы совместно с Верховным судом обсудили эти проблемы Видим их решение в установлении законодателем ограничения на рассмотрение в особом порядке только дело о преступлениях небольшой и средней тяжести, подытожил глава надзорного ведомства Проект Пленума Верховного суда предлагает ограничить применение особого порядка судебного разбирательства уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести К ним в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния Как отмечают эксперты, в случае принятия поправок судеб не будут рассматривать по сокращенной процедуре, то есть без тщательного изучения всех материалов, дело по умышленным преступлениям, за которые предусмотрено наказание свыше 5 лет лишения свободы В том числе в этот разряд попадают обвинения о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, совершенно организованной группой, торговле наркотиками в крупном размере и другие Кроме того, проект предлагает закрепить в законе возможность прекращения дела в особом порядке, если подсудимый впервые совершил нетяжкое преступление и возместил ущерб В таком случае гражданину могут назначить судебный штраф, но при этом судимости у него не будет Власть право уголовное право судебное власть суды общей юрисдикции Верховный суд уголовное законодательство